Но тут и жара. Конечно, это же Севия, один из самых жарких городов в Испании. И это финальная точка нашего путешествия. И если хотите посмотреть, как мы сюда попали, то оставайтесь с нами. Вы как хотите, но я пошла в тени. К этому большому путешествию я приготовился очень хорошо. Я взял с собой камеру, дрон, запасной дрон на случай потери первого. Взял с собой Кларис и приготовил крем для загара. Но оставил его дом. И это обернулось вот таким вот последствием. На все это большое путешествие у нас было 5 дней. За это небольшое время мы хотели посетить 5 городов, как Фрихельяна, Ронда, Сетенельдлазбодегас, Малага и Савилья. Первая точка на нашем пути – это была деревушка Фрихельяна. Одна из самых знаменитых белых деревень Андалуссии. Она признанная самой красивой из всех. И вот наше путешествие начинается. Мы припарковали машину недалеко от отеля, оставили в нем вещи и выдвинулись, открывая для себя этот интересный городок. Фрихельяна расположена недалеко от Нерхи, на склоне крутого холма Альфорде. В окружении фруктовых садов, сосновых лесов и виноградников у подножия горы Сьерра-Альмихара. Улицы и балконы домов здесь украшены роскошными гранями, что придает городку еще более живописный вид. Очень прикольно прогуляться здесь, просто вот так без какого-либо построенного пути, посмотреть на всю эту архитектуру, на эти улочки. Правда? Да, это очень красиво. Это поселение появилось здесь еще во времена фениквитцев. Затем здесь господствовали римляне, которые дали городку его современное название. Но период его роста пришелся на мавританскую эпоху. Мавры построили здесь системы каналов и водохранилища, остатки которых можно увидеть и сейчас. Они стали выращивать здесь сахарный тростник и баклажаны. А еще по этой деревушке курсирует туристический паровозик, который очень любят дети. Ну и мы, конечно же, чуть позже прокатимся на нем. Стоит такое мероприятие 3,50. Для взрослых и для детей 2,50. Ну а длится эта небольшая поездка всего лишь 25 минут. Кроме того, Фрихелиана один из самых старых городов в этой провинции. И смесь трех цивилизаций отражается в его архитектуре и красоте. Вот, например, этот фонтан. Он называется фонтан трех культур. И нам стало очень интересно попробовать, ну какова на вкус каждая из них. После первой воды во рту ощущается сладость и легкий привкус металла. Во второй чувствовалось очень много сульфата магния, ну что придает воде горечь. А третья показалась мне какой-то соленым. Да ладно, шучу-шучу. Я таких слов даже и не знаю. Вода как вода. Но зато это самое лучшее средство от жары. Итак, набравшись сил и не став козленочкам, мы решили продолжить эту прогулку дальше. Ну а так как городишко построено на холмах, то он полон большим количеством лестниц. То вверх, то вниз. То вверх, то опять вниз. А еще и с такой жарой. Во, казалось бы невыносимо было бы гулять по Фрихелиане. Но жители решили это очень легким способом. Почти на каждом шагу, на каждой улице есть небольшой фонтанчик, где можно остановиться, освежиться и продолжить путь по современной Фрихелиане. Здесь можно найти два старинных квартала с очень интересными и немного смешными названиями. Мудыхарский, где проживала мусульманская диаспора после того, как город заняли христиане. И квартал Морисков, где жили мусульмане и христиане. Фрихелиана относится к испанскому автономному сообществу Андалусии и находится всего лишь в 10 километрах от более населенного и туристического пункта Нер. Куда, собственно, мы и отправились. Балкон Европы. Так называется главная туристическая достопримечательность этого города. Хотя раньше она называлась Батарея. Это название было связано с состоящей на нем батареей орудий, защищавших город. Батарея, а также стоявшая неподалеку башня, были уничтожены во время войны с Наполеоном. А две оставшиеся с того времени ржавые пушки по сей день напоминают туристам о былом сражении. Огромные осколки скалы, оставшиеся от разрушенной батареи, отлично видны с моря у края балкона. Ну и служат еще одним напоминанием о тех лихих днях. Ну а сам балкон является рестораном «Эль Рей Альфонсо», где вы можете попробовать местную еду с шикарным видом на море. И, кстати говоря, не такой ашуны дорогой, как кажется на первый взгляд. Ну а мы перекусили салатики и двинулись рассматривать город. Нерха не только притягивает туристов из Европы, но и испанцев. Потому что город известен тем, что в 80-х годах в нем снимался известный испанский сериал, который назывался «Эль Верану Асульда». Поэтому испанцы приезжают сюда, чтобы походить по улочкам, по которым ходили их любимые персонажи. Но так как этот город не входил в наши планы, мы вернемся в Рихелиан. Численность населения составляет всего 3000 человек. Обязательно загляните в один из уютных ресторанчиков города и попробуйте здесь местную кухню. А еще здесь делают прекрасное крепленное вино «Москотель». Ну а если хотите получить побольше информации из уст местных, то на входе есть информативная будка. И всего лишь за одно евро две прекрасные старушки расскажут вам немного больше истории. И на разных языках. Да еще и споют. Ну и если всего этого вам показалось мало, то сразу же слева находится марокканский знаток, который может рассказать вам еще чуть-чуть немного больше о истории Рихелиан. И именно так мы узнали, что здесь, в бывшем дворце местных графов, расположено единственное в Европе производство горького меда из сахарного тростника. У нас было еще немного свободного времени. И мы решили продолжить прогулку по этим узким и старинным улочкам. Любуясь украшенными цветами балконами, вдыхая легкий запах дыма от камина, готовящий домашней еды, наслаждаясь тишиной, спокойствием и неспешным образом жизни. На улицах Рихелианы всегда ощущается легкий морской бриз. А аромат соленого ветра в сочетании с запахами соснового леса создает ни с чем не сравнимую атмосферу. Ну и, конечно же, мы тоже решили проехаться на этом паровозике, посмотреть на город и послушать истории. Поехали! Сразу на въезде в город можно увидеть, почему Рихелиану называют городом трех культур – мусульманской, еврейской и христианской. Этот паровоз вез нас и несколько десятков туристов по очень узким улицам. Ну вы только посмотрите, даже были моменты, что просто нереально было там проехать. Я не знаю вообще, как он делает это каждый день. А самое смешное, что поразило нас в этой экскурсии, это когда он просто остановил паровоз, вышел и на мобильнике нам начал показывать фотографии того, что мы могли бы увидеть, если бы спустились туда в горы. Ну типа, туда я на этом паровозе не поеду, но вот доказательства, верьте мне на слово. И, кстати, нет ничего лучше и удобнее, чтобы тебя здесь именно покатали. Ты узнаешь это только после того, как прогулялся по всей Фрихелиане целый день вдоль и поперек. Мы реально очень отдохнули и насладились этой поездкой. И вообще, это деревье нам очень понравилось своим гостеприимством и красотой. Даже не хотелось отсюда уезжать. Но это всего лишь первый пункт в нашем путешествии. Фрихеляна, она находится в списке из одних самых красивых деревень Испании. Ну а мы отправляемся в Малагу. До которой добираться всего лишь 60 километров, где мы забронировали отель на две ночи, который обошелся нам в 190 евро. Ну и если говорить об аренде, то снять апартаменты в Малаге можно от 30 до 100 евро в сутки. А средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Малаге, по данным портала Диалиста, составляет 2127 евро за метр. И вот так вот выглядели апартаменты на эти дни пробывания здесь. В первый день в Малаге у нас не было особых планов. Поэтому сначала мы пошли на самый знаменитый рынок, где было просто множество разнообразных продуктов. И конечно же ресторанчиков со свежими морепродуктами. Прямо сразу с прилавками. А заказали мы самое вкусное на усмотрение официанта. Ну и вот что он нам посоветовал. Чанкетэс, ангосташ и пульп. А пили мы конечно же сандрию. Ну и немного данных о Малаге. Это один из самых красивых городов в Испании. И пятый по величине в стране. Находится в центре одного из самых важных туристических направлений мира, на побережье Коста-дель-Соль. Город был основан в 7 веке до нашей эры. Вы только представьте, что в 2018 году город Малага был признан самым счастливым городом мира. Ла Кайе Маркес де Лариус. Это самая дорогая улица для жизни в Малаге. И одиннадцатая, самая дорогая для жизни во всей Испании. Ла Катедреаль де Ла Инкарнацион де Малага. Что означает Малагийский собор воплощения. Это одно из достопримечательностей Малаги. Он расположен в историческом центре города. Попасть вовнутрь этой структуры можно бесплатно. А масштабы этого строительства настолько велики, что ты чувствуешь себя муравьем. Строительство собора в Малаге началось в 1520 году на месте арабской мечети. И завершилось в 1782. Ходили мы здесь широко открытыми ртами и глазами, рассматривая всю эту красоту. И да, действительно, завораживает. Собор располагает собственным садом и апельсиновым двориком. Если вы присмотрите внимательно, то можно увидеть, что одной башни не хватает. Да, это именно так. Проект был незакончен. И это так выглядит, как будто церковь однорукая. И действительно, многие жители этого места называют эту церковь Ла Манка. Что в переводе – однорукая. Ну, а мы подкрепились очень вкусным чизкейком и продолжили гулять по городу. В центре Малаги, около крепости Алкасава, находится древнеримский амфитеат. Ну, вернее, то, что от него осталось. Хотя он органично вписался в современный архитектурный облик города. А еще периодически здесь проходят разные представления. Также в Малаге находится порт, откуда выходят круизные лайнеры во всех направлениях мира. Кроме того, на минуточку, Малага – это родина Антонио Бандерас. И именно здесь, в Малаге, 25 октября 1981 года, родился знаменитый художник Павло Руис Пикассо, музей которого мы посетим прямо сейчас. И для того, чтобы посмотреть, чем занимался Павло, мы потратили 9 евро за человек. Что хорошо, что в стоимость входил аудиогид. Ну, где вам подробно расскажут про каждую картину, более чем на 7 языках. В доме хранятся вещи семьи художника. Ну, а также там можно найти ранние работы и детские фотографии Павла. В музее проходит постоянная выставка 80-летию искусства Пикассо, где представлено 285 картин художника, его скульптуры и херамика. Ну, если честно, я не очень фанат такого искусства, но было интересно посмотреть на работу этого знаменитого человека. Гуляя целый день по Малаге, мы наткнулись на вот такое вот нескромное заведение, где можно было попробовать вафли вот в таких вот интересных формах. В начале ты должен определиться, мужское или женское. Потом сам выбираешь вкус мороженого, начинку, орешки, ну и всякие разные сладости. Потом это все хозяйство обмакивает тебе в шоколаде. И вуаля, десерт подан. Так, значит, это получается я съел... Так, ну ладно, вернемся к нашему путешествию. Ронда! Это один из самых необычных городов Испании, считающий родиной Кариды. Ронду еще называют городом, парящим над пропастью. И все благодаря необычному расположению на скалах, откуда открываются очень крутые виды на зеленые долины. Кстати, это одно из самых посещаемых туристами мест в Андалусии. Город расположен на высоте 723 метра над уровнем моря и буквально в Парид, над ущельем Эль-Таху, по дну которого течет река Гуадаль-Кивир. Архитектура здесь, ну, практически как в любом типичном городке Андалусии. Белые дома с черепичной крышей, узкие улочки и дороги, выложенные из камня. Это один из самых старых городов Европы, который достиг максимального рассвета во времена римлян. Город был основан кельтами в IV веке до н.э. и первоначально он назывался Арунда. Эль-Пуэнте-Нуэво. Это огромный удивительный старинный мост, расположен над обрывом и соединяющий старый и новый город. А в нижней части ущелья расположен Эль-Пуэнте-Вьеху и Эль-Пуэнте-де-Шаммель. И если уж вам довелось побывать в Ронде, советуем посетить музей Касса-дель-Моро, где вы можете увидеть не только дом мавританского короля, но и окружающие его сады, что также являются достопримечательностью. Именно в этих садах начинается спуск к спрятанному источнику ламина, служившим стратегическим источником воды для жителей города. Чтобы спуститься на самый низ, нужно пройти, как по нашим меркам, 20 этажей. Атмосфера здесь просто нереальная. Мы спускались туда в более получаса. Ну, потому что мы очень любопытные и залазили везде, где можно было. А еще в 1994 году даже сама Мадонна здесь снимала видеоклип. И в самом конце спуска источник ламина, где можно увидеть Ронду с другой перспективы. Ну, то есть к низу вверх. Но тут-то ты вспоминаешь, что самое неприятное – это путь наверх. И, конечно же, ни лифта, ни эскалатора нет. Надо подниматься пешочком. Так что очень важно брать с собой удобную обувь. Ай, кстати, вход туда нам стоил 8 евро. Да, конечно, если не надо было возвращаться наверх, было бы намного интереснее. Но оно того стоило. У нас был всего один день, чтобы посетить это место с населением 34 тысячи человек. Немного, ну и немало. Но мы очень устали. И последний час просто решили посидеть в ресторанчике и отдохнуть. Вот с такими вот видами. И, конечно же, попробовать, как здесь вкусно готовят. После того, как плотно покушали, мы отправились в Сатыниль де лас Бодейтас. Здесь постоянно проживают всего около 3 тысячи жителей. Эта деревня Андалуссия отличается очень необычным расположением в ущелье, прорезанной рекой Альтах. Самое интересное, что город был построен в горе. То есть, по сути, это современные пещеры. Базальтовые глыбы нависают над белыми домиками, что вызывает восторг у туристов. Попав сюда в первый раз, вы не сможете избавиться от ощущения, что находитесь в декорациях какому-то сказочному фильму. Сразу стало интересно, как же выглядят эти дома изнутри. Вот, например, один из магазинчиков, он выглядит так. Ну, пещера. Хозяйка рассказала нам, что многие дома здесь построены прямо в скалах, путем расширения и укрепления пещеры. И если бы вы хотели сделать какой-нибудь ремонт у себя в пещере, то вам нужно было использовать только материалы, которые соответствуют. То есть, никакого там хай-тека не получится. Нужно содержать все именно в таком же стиле. В городе две центральные улицы. La Cueva del Sol и La Cueva de la Sombra. Первая выстроена так, что почти всегда находится на солнце, а вторая, наоборот, в тени. Отсюда, собственно, их название. Одна из главных достопримечательностей города как раз находится на улице Cueva de la Sombra. Это огромная скала, которая нависает над половиной улицы. Гуляя по площади в августе, очень жарко. И когда ты видишь такой фонтан у себя перед глазами и знаешь, что сейчас на тебя польется холодная питьевая вода, ты нажимаешь на кнопку и, оказывается, он сломан. Но ничего страшного, на следующей улице тебя ждет еще один такой уазис. И наверняка он будет работать. Но это не факт. Еще одна интересная улица в Cueva de la Sombra de la Sombra de la Sombra, Кстати говоря, о интересных улочках. Также здесь находится уголок для поцелуйчиков. Что в переводе с испанского, как поцелуй меня на этом месте. А если вы еще не поняли, то да, Сапианиль входит в список в один из самых красивых деревней Испании. Согласны? Я да. И поев чего-нибудь вкусного, это уже как традиция, мы отправляемся в Севию. Через 120 километров мы наконец-то оказались в отеле города Севия, который обошелся нам на две ночи 160 евро. Севия, столица Андалусии. Один из самых знаменитых и красивых городов Испании, о котором можно говорить бесконечно. Нет ни одного человека в Севии, который хоть раз бы не побывал на знаменитой площади Испании, которую можно найти в окружении зелени городского парка Марии Луизы. Там очень часто собирается много людей, чтобы посмотреть на народные танцы этого места. Народный танец фламенко считается андалусийским искусством, ведь родом он именно отсюда. Фламенко проявляется в трех различных аспектах. Эль канто, ла данса и ла гитарра. Его происхождение имеет очень древние корни. Цыгане с самого начала были теми, кто сохранил фламенко живым и представлял его с глубокой преданностью. Катедраль де ла Санта Мария де ла Седе. Этот кафедральный собор является сердцем Испанской Севии. Одно из тех мест, которые оно никак нельзя пропустить, если вы уже приехали в этот город. И причин для этого много. Это католический собор построен на основе мусульманской мечети. Это объект списка всемирного наследия ЮНЕСК. Это место захоронения Христофора Колумба. Это очень красивое и необычное причудливое здание. Общая площадь храма составляет более 11 тысяч квадратных метров. И строился он целых четыре столетия. И этот готический собор самый большой в Европе. Сегодня же туристы видят его в полностью завершенном виде. На самом верху собора открываются очень красивые виды. Можно разглядеть буквально все, как на ладони. Собор красив не только внешне, но и внутри его настоящая культурная сокровищница, в которой есть на что посмотреть. Именно здесь можно увидеть много шедевров живописи. Муриио, Беляшки, Сгоя и многие другие. Здесь можно гулять несколько часов. Вот настолько он великий монументален. Мне кажется, что внешним видом и внутренним умбранством этот собор очаровывает каждого, кто окажется здесь. Вход во внутренний двор и на вершину платный. 12 евро с человек. Так, а еще в этом городе есть очень популярные экскурсии на лошадях и каретах. Находятся такие повозки практически по всему городу. Стоит такая поездка 50 евро. И во время этой экскурсии вы сможете осмотреть некоторые из самых известных мест Севии. Так как от гида вы узнаете больше об истории каждого здания и города в целом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно, обязательно побывав в Севиле, вы должны прокататься на этой повозке с лошадями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это прям визитная карточка Севия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте посчитаем. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот такая вот небольшая семейка опять. Ну а если честно, выглядит потрясающе. Вечером мы решили сходить на аутентичный шоу Фламенко, который доставил нам много удовольствия. Вы просто посмотрите и послушайте, как это звучит. Нереально круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, просто нет слов. Это очень красивая культура. Испанцы говорят, что фламенко это не музыка. Это их чувство, которое у каждого из них находится внутри. Есть одна знаменитая песня про Сывии. И у нас давно была мечта спеть эту песню на площади этого города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще мы успели посетить церковь Спасителя. Это огромная римско-католическая церковь в стиле барокко, построена в 13 веке. А визитной карточкой этой церкви является главный альтарь. Кагетана де Акошта. Ну и вообще здесь есть на что посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое обидное, что когда тебе хорошо, время пролетает незаметно. Вот и наше путешествие подошло к концу. Если честно, конечно же, не хотелось покидать это место. И чтобы не изменять нашей новой традиции, перед тем, как выбраться в путь, как всегда, нам надо слопать что-нибудь вкусненькое. Ну, допустим, эти вафли с мороженым. Каждое место, что мы посетили, оставило нас много впечатлений. И в этой прогулке по ночным улицам Андалусии ты понимаешь, что путешествовать – это самое лучшее лекарство. И надо принимать его почаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...